В этом выпуске я бы хотела поговорить об осени. Многие люди, когда думают об осени, представляют себе что-то серое, грустное, дождливое. Это время года часто ассоциируется с тоской, плохим настроением, усталостью. С приходом осени дни становятся короче, а ночи длиннее. Температура понижается, начинают идти дожди, и на улице появляется слякоть. Людям не хватает солнечного света. У них ухудшается настроение. Они начинают быстрее уставать, чаще болеют и не хотят ничего делать. Для этого состояния в русском языке даже есть специальное название – осенняя хандра. Но наряду с такой печальной и серой стороной осени, есть у неё и другая, яркая сторона. Ранняя осень может быть очень красивой и красочной. В сентябре листья на деревьях становятся жёлтыми, оранжевыми и красными. Даже самые серые улицы города вдруг становятся яркими и уютными. Всё вокруг кажется красивым и живописным. Любой листочек под ногами вызывает улыбку и поднимает настроение. Когда идёшь по городу в солнечный осенний день, видишь яркие листья на деревьях и вдыхаешь свежий осенний воздух, сразу вспоминаешь произведения известных поэтов и художников, посвящённые золотой осени. Осень прекрасна, осень очаровательна. Она не может не вдохновлять. И совсем неудивительно, что русские поэты и художники посвящали этому времени года свои стихи и картины. Я, конечно, не поэт и не художник. Я простой учитель. Но осень вдохновила и меня. Я решила записать новый выпуск своего подкаста. В этом году у нас было очень жаркое лето. В городе было душно и пыльно. Было тяжело работать и вообще что-либо делать. Я люблю лето и люблю, когда жарко, но в городских условиях не всегда получается насладиться этим временем года. Поэтому в этом году я была особенно рада наступлению осени и с нетерпением ждала бабьего лето. Бабье лето – это период тёплой и сухой погоды в начале осени. Обычно бабье лето длится не больше недели. Но в этом году природа сделала нам настоящий подарок. И мы с мужем приняли этот подарок с большой благодарностью. Почти весь сентябрь температура была выше 20 градусов Цельсия. Мы старались насладиться каждым днём этого невероятно тёплого месяца. Мы гуляли в парках, ходили в лес, грелись на солнышке. Каждую свободную минуту мы старались проводить на улице. Нам не хотелось упускать это прекрасное время, ведь оно так редко бывает в наших краях. Сентябрь уже подходит к концу. Вот уже скоро закончится наша золотая осень. Когда думаешь о том, что осень скоро закончится, на душе становится немного грустно. Конечно, не хочется, чтобы осень уходила. Не хочется, чтобы исчезали её яркие краски. Но жизнь идёт вперёд. И мы должны идти вперёд вместе с ней. Так будем радоваться каждому времени года. Как поётся в известной русской песне, у природы нет плохой погоды. В этом выпуске я бы хотела поговорить об осени. Многие люди, когда думают об осени, представляют себе что-то серое, грустное, дождливое. Это время года часто ассоциируется с тоской, плохим настроением. Спасибо за просмотр!